Привет, друзья! Я начала подготовку своего дома к новогоднему декору. Подготовка для меня это, конечно, генеральная уборка, создание новогоднего декора своими руками. Для начала я убираю весь осенний декор, который делала в этом году. Это были всякие разные тыквы и вязаные, и тыквы из веревки, и из бетона, и различный текстиль. Все отправляется на хранение до следующего сезона. А я начинаю уборки с мытья потолка и стен. Я их уже помыла. С момента ремонта прошло уже три года, и стены и потолок уже так основательно запылились, поэтому я решила провести влажную уборку. Протираю все плафоны, лампы. Конечно же, протираю свой любимый буфет. Он у меня ассоциируется с чем-то теплым, уютным, с праздником, с таким, может, Рождеством. И я всегда украшаю ему. Ему достается большая доля праздничного декора. Перед самым праздником я намываю всю праздничную посуду, которая в нем хранится. И тогда ожидание праздника становится каким-то особенно волшебным. Музыка. 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 А еще каждый раз перед Новым Годом мне хочется сделать что-нибудь новенькое в интерьере. В этом году я решила наконец-то повесить шторы. Я нашла старые карнизы. Они достались нам вместе с этим домом. Они просто лежали на хранении, и мне жаль было их выбросить. У них такие золотые металлические части и деревянная вот эта вот перекладина. Когда я начала мыть эти деревянные штуки, с них начала сходить краска. Металлические части я покрасила в черный цвет, а эти перекладины очень долго шлифовала. Краска вроде смылась хорошо, но какая-то часть ее прям въелась в дерево, и было очень сложно ее отшлифовать. Так до конца я от нее и не избавилась. Решила, что покрою карнизы маслом для дерева, но когда я это сделала, оказалось, что все три карниза абсолютно разного цвета под этим маслом оказались. В общем, пока это масло не высохло, я начала быстренько тонировать с помощью водной морилки и вроде бы привела их к одинаковому цвету. Карнизы я закрепила на стену с помощью саморезов. Саморезы тоже, кстати, покрасила перед тем, как не оказалось у меня черных. Перед тем, как крепить, я их покрасила. Ну вот, наконец, шторы висят с ними, стало особенно уютно дома. А я уже начала подготовку к Новому году в плане создания новогоднего декора. В прошлом году я попробовала связать снежинки. И мне так понравилось, как они смотрятся в качестве новогоднего декора, что в этом году я купила специально побольше пряжи и решила навязать как можно больше снежинок. Что же у меня получилось, вы увидите в следующих видео, когда мы уже будем декорировать дом к Новому году. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорой встречи!